Доброе утро! Доброе утро! This is a great shoe if you want a comfortable and supportive running shoe which can help you start running or even finish a marathon. This is a great shoe. 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 That way, including the shoe dots are to be iguenas. This is great shoe. One of the most important shoes on this exactly. One of the most and strong, the mostيفes, the everyday shoe. The most profitable shoes were very skilled. Andimy, as often my dare host. Да, действительно, вот этот длительный период времени, на протяжении которого, по сути, спорт был на карантине, это было требование, действительно, в текущей ситуации обязательное, и все мы его соблюдали, все мы, естественно, следовали рекомендациям Роспотребнадзора и будем следовать сегодня. Обратите внимание, все в масках, в перчатках, вокруг по периметру санитайзеры, естественно, измеряют температуру при входе в стартовый городок, большое количество нововведений в регламенте, кстати говоря, опять же, для того, чтобы абсолютно все участники запомнили этот праздник бега только лишь в положительном, позитивном русле, исключительно для безопасности всех наших гостей. Так вот, за счет вот этого периода самоизоляции, ограничения стартов, за счет отмены и переноса событий, вот этот полумарафон, пожалуй, очень, еще более долгожданное, ожидаемое событие для всех нас, для всего бегового сообщества. И говоря про беговое сообщество, мы имеем в виду и команду организаторов крупнейших забегов страны, и в том числе, в целом, вот все сообщество любителей бега, любителей здорового образа жизни. Мы ждали это событие без преувеличения несколько месяцев, и сильнейшие атлеты, судя по тому составу, который мы видим сегодня в стартовом протоколе, тоже заждались возможности проверить свою соревновательную форму. Это действительно особенный полумарафон, это забег, который действительно необычный, но в то же время любопытный. Если рассматривать его внимательно, то можно заметить и нововведения, о которых сказал Андрей, и, с другой стороны, то, что мы любим, то, за чем мы следим, это борьба, конечно. И вот подтверждение наших слов, кадры прошлых лет, победа Ренаса Ахмадеева, здесь Алина Прокопьева. И что здорово, это то, что в этом году, сегодня, все чемпионы прошлых трех лет сойдутся в очном противостоянии для того, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Я бы назвал этот полумарафон битвой чемпионов. Вот такую афишу представил бы. Да, такого количества соискателей на рекорд трассы, честно говоря, мы не припомним, но надо отметить, что трасса все-таки претерпела изменения. Поэтому, по сути дела, если опять же формально подходить к этому утверждению, да, по сути дела, сегодня в любом случае будет рекорд, рекорд новой трассы московского полумарафона. Ну, как бы то ни было, визитная карточка главного полумарафона страны остается неизменной. Центральные набережные города. Обратите внимание на эти архивные съемки. Мы показываем лучшие кадры с предыдущих полумарафонов 19-го, 18-го годов. Вот как раз блистательный финиш Степана Киселева на ваших экранах. И победа в прошлом году. В прошлом году было довольно ясно. Плюс 21. Татьяна Архипова, кстати говоря, бронзовый призер Олимпийских игр, установила новый рекорд трассы среди женщин. Ну, а вот что касается позапрошлого года, когда был установлен рекорд трассы среди мужчин, температура была около плюс 11, довольно пасмурная. И вот у меня сегодня возникает какое-то такое ощущение дежавю. И все-таки, опять же, пометую о том, что Ренас Ахмадеев у нас сегодня один из главных претендентов и соискателей на самые высокие скорости, на самые высокие результаты. Рекорд был показан примерно в том же температурном диапазоне, примерно в тех же условиях. Ну, в общем-то, все это навевает на мысль, ну и состав, разумеется, состав совершенно громогласный, сногсшибательный. Такие фамилии, которые известны, мне кажется, каждому любителю бега. Все это навевает на мысль о том, что действительно мы сегодня будем свидетелями очень высоких скоростей. Действительно, и вот наши, наверное, самые ожидаемые спортсмены – это Искандер, Ренас, Степан, Татьяна Архипова, Алина Прокопьева, Луиза Дмитриева, за которые, конечно, многие следят. Но, Андрей, я с тобой соглашусь. Погода просто великолепная. Даже сейчас вышло солнце, было немного пасмурно, может быть, полчаса-час назад. Все просто требует от нас быстрого бега, хотя не все считают, что сегодня будут установлены рекорды трассы. Об этом мы еще поговорим. Мы собрали множество разных мнений, поговорили с экспертами, с тренерами. Надеюсь, что и вы тоже включились в эту игру, например, в комментариях, в социальных сетях. И вспомнив карантин и время, когда у нас не было забегов, проводился же такой виртуальный полумарафон, виртуальный забег. И тогда в голосованиях в сторис победил Искандер Едгаров. Удастся ли ему снова привлечь эту магию десятков тысяч болельщиков, своих фанатов, чтобы они пронесли его по набережной Москвы к финишу, не знаю. Да, ну и прекрасная Луиза Дмитриева также в тандеме с Искандером Едгаровым одержала как раз победу в этом голосовании. Ну, Александр вот несколькими секундами ранее называл всех по именам. Я думаю, те, кто не первый раз подключается к прямому эфиру полумарафона, да и марафона, собственно, главных событий бегового сообщества, действительно знают всех героев в лицо, знают всех героев по имени. Но все-таки для тех, кто подключается к нашей трансляции впервые, может быть, не знает всех тонкостей этого вида спорта, еще раз, думаю, следует напомнить, что речь идет об Искандере Едгарове. Это один из самых главных ньюсмейкеров страны, спортсмен, который еще недавно выступал среди любителей. И сейчас уже все лучше и лучше результаты показывает на, хотел сказать, на беговой дорожке, вовсе не на беговой дорожке, как раз во время пробегов на асфальте. Ренас Ахмадеев – это один из сильнейших атлетов также на средних длинных дистанциях. Когда-то выступал на беговой дорожке и некоторое время назад перешел на полумарафонскую дистанцию. Как раз-таки через несколько минут начнется представление уже элиты. Мы, возможно, чуть раньше вкусили с вами этот момент. Ну а когда Александр говорил о Степане, то речь шла о Степане Киселеве, еще одном победителе, неоднократном медалисте соревнований бегового сообщества. И на полумарафонах, и на марафонах показывает блестящие результаты. Сейчас вот на центральной позиции в кадре, в объективе видеокамеры Алина Прокопьева. Она, кстати говоря, чемпионка московского полумарафона 2018 года. Тогда она установила рекорд трассы час 13.24. Напомним, что в прошлом году, несмотря на достаточно сложные погодные условия, ну, пожалуй, самая опытная и титулованная, ну, уж как минимум по количеству олимпийских наград, участница наших сегодняшних соревнований Татьяна Архипова улучшила этот рекорд. Она участвовала и в прошлом году на полумарафонской дистанции. Показала результат час 12.26. Да, трасса стала быстрее, состав участников стал сильнее, поэтому еще раз почувствуем вот это предвкушение настоящей, зрелищной, бескомпромиссной борьбы. Говоря про трассу, та же Алина Прокопьева на ваших экранах оценила ее на 10 из 10. Да, вот, собственно, приветствует. Она абсолютно всех присутствующих здесь, чемпионка 2018 года. Рядом с ней заслуженный мастер спорта Елена Коробкина, чемпионка России на полумарафонской дистанции 2019 года. Да, действительно, одна из главных претенденток также на высокие результаты сегодня. Я думаю, что именно с Еленой Коробкиной у многих связаны надежды на новый рекорд. Ну, я думаю, вполне может поспорить с этим и Татьяна Архипова, почему бы нет, и многие другие, кто сейчас входит в элитный дивизион женского зачета. Вот он, Ренас Ахмадеев, пожалуй, главный претендент на то, чтобы разменять 62 минуты, час 0-2 на этом полумарафоне. Искандер Едгаров, пожалуй, на своей коронной дистанции сегодня предстанет перед нами, несмотря на то, что уже ступил на марафонскую тропу в дерби в противостоянии с Степаном Киселевым. Как раз он сейчас в центре ваших экранов. Да, это очень действительно титулованная, очень интересная, уважаемая, авторитетная в беговом сообществе компания. Ну и обзор новой трассы. Как мы уже сказали, она стала быстрее. Набор высоты снизился на 30 метров. И вот как раз-таки по улице Остоженко впервые участники московского полумарафона побегут. Та вот не побегут по мосту, который и представлял такую угрозу, по сути, да, скоростному рекорду. Ну, по сути дела, это украшение дистанции. Но действительно, с точки зрения перепада высот, это было дополнительное препятствие, которое сказывалось на скорости, сказывалось на результатах. Многие обратили внимание прямо в центре экрана на новый отрезок. Пятый километр, прям четко по центру улицы Остоженко. Говорят, знаете, такая некая золотая миля Москвы. Многие эксперты говорят о том, что там самая элитная недвижимость. И очень, конечно, приятная архитектура, которая напоминает нам о стародавних временах. И вот именно по этой улице впервые за всю историю московского полумарафона пробегутся атлеты. За всю историю московского полумарафона пробегутся атлеты. Внимание на старт, дорогие друзья. Юрий Николаевич Сипатов дает стартовый выстрел. И вперед. Московский полумарафон 2020 года стартовал. Даже не верится. Ходило много слухов, переживаний. Но включайтесь, следите, делайте свои прогнозы. Элита, элитный кластер уже отправилась в путь. Ну и Ринас Ахмадеев сразу занимает вот такую лидирующую позицию в этом клине в элитном дивизионе. Здесь и Татьяна Архипова, бронзовый призер Олимпийских игр, также попала в кадр. Выхватили Федора Шутова, кстати, недавно выступавшего на чемпионате мира. На вдохе. Да, отобравшийся, собственно, на главный старт прошлого сезона. Обратите внимание на ленты корпоративной эстафеты, участников корпоративной эстафеты. Она также входит в программу московского полумарафона, как, впрочем, и забег на дистанции 5 километров, стартовавший несколькими десятками минут ранее. Победители прошлых лет на вашем экране. Да, и что примечательно, все победители 2017, 2018 и 2019 годов присутствуют на старте. Про Луизу Дмитриеву мы не сказали ни слова. И здесь я вот проведу такой параллель. У Луизы, в принципе, невозможно взять интервью. До старта она не дает никаких комментариев. Все общение после, такая концентрация. И она в этом плане похожа на Ренаса Ахмадеевой. С ним сложно связаться. Единственная возможность пообщаться, это поговорить с тренером, с Игорем Жавронком. Что нам, кстати говоря, удалось. Ну и здесь ситуация абсолютно идентичная. Искандер Итгаров, Ильян Сахмадеев, Степан Киселев. Чемпионы победителей 2017, 2018, 2019 годов. И, кстати, Олег Григорьев, да, тоже присутствует на старте. Ситуация очень интересная. Вот такого сильного состава участников я за последнее время не припомню. Заждались, заждались. И, конечно, с одной стороны мы испытываем огромную радость и удовольствие от возможности встретиться вместе. От возможности еще раз насытиться вот этой атмосферой спортивного праздника. А с другой стороны, абсолютно каждый из нас ощущает очень серьезную ответственность. Я думаю, многие из вас видели своими глазами, какие серьезные меры безопасности предпринимаются в рамках наших сегодняшних мероприятий. Ну и, пользуясь случаем, пока еще основные события нас ждут впереди все-таки на дистанции, пользуясь случаем, хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем участникам, всем гостям наших соревнований, которые терпеливо и с пониманием относятся к новому регламенту, к новым требованиям. Все это исключительно для вашей безопасности, друзья. Ну что, уже сформировалась довольно плотная группа. И мне нравится, я, честно говоря, не ожидал такого, что спортсмены встанут в спину Ренасу и будут поддерживать его темп. Там собралась хорошая группа, собственно, возглавляет эту пачку Ренас. Ренас Ахмадеев, затем Искандер Едгаров, Сергей Попов, Дмитрий Сафронов, который набрал хороший ход, Олег Григорьев, поглядывает на часы, Степан Киселев, Николай Чавкин, кстати говоря, участник Олимпийских игр 2012 года, Павел Одышкин, я вижу здесь еще и Сергея Конякина и Ивана Панферова, который вместе с Одышкиным провел тренировочный блог с Ренасом в Кисловодске. Здесь Александр Кратович, пейсмейкер женщин и Артур Бурцев, они бегут на час 13. И здесь главные претендентки, собственно, Елена Коробкина, Ирина Сергеева из Курска, Алина Прокопьева и Татьяна Архипова. Ну, пока по такому, знаете, гендерному признаку распределились группы по дистанции московского полумарафона. Сильнейшие женщины, сильнейшие леди друг с другом, сильнейшие мужчины, мы видим, да, действительно, замыкают эту группу. Сергей Конякин, впереди Ренас Акмадеев и Искандер Едгаров. И тот, и другой уже становились чемпионами московского полумарафона. В том числе в прошлом году Искандер Едгаров одержал победу, в том числе и на марафонской дистанции. Если брать во внимание именно половинку, как говорят спортсмены, Ренас побеждал в 18-м, Искандер побеждал в 17-м. Но здесь же победитель 19-го года Степан Киселев, как уже действительно говорил Александр, здесь сегодня на московском полумарафоне 2020 собрались все чемпионы и все рекордсмены последних трех лет проведения крупнейшего полумарафона России. Я, кстати, обращу внимание на любопытную деталь. Искандер делился в общении своей традицией. Он перед крупными забегами раньше всегда коротко стригся, чтобы хорошо выглядеть, но в этот раз уже второй раз нарушает традицию. Что это значит? В прошлый раз ему удалось одержать победу, как вы знаете. Будет любопытно посмотреть, как будут развиваться события дальше. Ирина Сергеева, кстати, дала отличное интервью и поделилась своей прикидкой на будущий полумарафон. Сказала, что да, соперницы сильные, но и я ничего. И это будет любопытно посмотреть, при том, что сразу выходит на вперед. Она не стесняется обычно этого и начинает довольно бодро и быстро. Дмитрий Сафронов, мне особенно приятно его видеть здесь впереди. И он известен как такой поджигатель. Он любит быстро начинать и находится в хорошей форме. Как я уже сказал, здесь в Лужниках находится его отец, мастер спорта по марафону. Так что группа поддержки у него довольно обширная. Да, и в какой-то момент мне показалось, что все-таки расстояние между Дмитрием Сафроновым, который вот сейчас в белой форме в центре кадра, и Искандером Едгаровым, который идет на второй позиции, немного было больше, скажем так, ожидаемого. Ну, понятное дело, это буквально какие-то несколько метров, возможно, даже и двух не было, но все же бросилось в глаза. Надеемся, что пока это не говорит, не свидетельствует об усталости тех или иных участников элитной категории. Но все-таки, все-таки, обратите внимание, тройка образуется так или иначе. Дмитрий зацепляется за спину Искандера Едгарова. Искандер, в свою очередь, который идет сейчас на второй позиции, не отпускает вперед Ренас Ахмадеева. Нас ведут сейчас как раз-таки по рекорду трассы Ренас Ахмадеева 18-го года, час 03.19. Пока никто быстрее на этой половинке в Москве не бежал. Да, этот результат соответствует темпу 3 минуты на километр или же 20 километров в час. У женщин рекорд трассы час 12.26. Это темп 3 минуты 26 секунд на километр. Собственно, услышал я, как отсекается результат на часах. Вот 2 километра примерно сейчас 52. Ну, вот по 3.26 сейчас как раз, я думаю, даже начали быстрее, если картинка у нас совпадает с таймингом. Ну что ж, атмосферный кадр. Сегодня, кстати говоря, день ВДВ. Обратить внимание и некоторые участники даже со знаменами своими боевыми, в полной амуниции практически. Ну, уж как минимум в форме преодолевают эту полумарафонскую дистанцию. Ну что ж, в порядке, в данном случае, приоритета, в порядке расположения в текущей табеле о рангах Ахмадеев, Едгаров, Сафронов. Втроем пытаются сделать для себя небольшой зател. И ближайшие преследователи буквально в 5, возможно, метрах за спиной Дмитрия. Ну и он, кажется, теряет контакт с чемпионом московского марафона прошлого года, Искандером Игаровым, и чемпионом московского полумарафона 2017. Знаешь, пока еще события не приобрели такой серьезный характер. Есть время рассказать про любопытные противостояния, про то, что мне удалось найти. Например, Николай Чавкин, который сейчас бежит во второй группе, у него отдельное соревнование с Еленой Коробкиной, притом традиционное соревнование. Они поспорили на торт. И если Николай Чавкин убежит от Елены Коробкиной больше, чем на 7,5 минут, это разница между мужским и женским рекордами России на полумарафоне, то тогда Николай получит от Елены в подарок торт Киевский или Прага. А если Елена Коробкина одержит победу в этом противостоянии сладкоежек, то она получит от Николая в подарок Наполеон. Ну, если вам интересно, следите. Мы же переключаемся на игру скоростей, на борьбу. И здесь нас в первую очередь, конечно же, интересует, в каком состоянии находится сейчас Тринас Ахмадьев, который последние полгода провел в Кении на высоте 2400 метров примерно в Итани. В общем, это прецедент. Ни разу до этого так долго на высоте он не находился. И в данном случае споры в 4 месяца, на которых присутствовал Искандер, работая на удаленке, а он сидел в Кисловодске, здесь как-то вот несравнимы. В то же время Искандер довольно агрессивно заявлял, что я чувствую себя уверенным на половинке, это моя дистанция, я готов здесь рвать, у меня есть скоростной, хороший запас скорости. Поэтому вот я с удовольствием наблюдаю за первыми минутами, меня это очень вдохновляет. Ну что ж, прекрасный вид на Москва-Сити на фоне вот этих высот московских. Главные высоты, в общем-то, спортивные, да, главные претенденты на победу. Лита, Татьяна Архипова, Елена Коробкина, Алина Прокопьева, Ирина Сергеева, Луиза Дмитриева с лучшими персональными результатами. Обратите внимание на половинку у Елены Коробкиной. Час 10.27, по-моему, очень неплохо. И, конечно же, если по личному рекорду сегодня побежит Елена, что, конечно, будет очень амбициозно, то, вне всяких сомнений, personal best, так сказать, и в том числе лучший результат здесь на половинке в Москве, будет обновлен, причем с таким солидным запасом. А вот элита среди мужчин. Ну, как раз-таки лучший результат Коробкиной. Час 10.27. Это соответствует темпу 3 минуты 20 секунд на километр. Соответственно, если она решит бежать по личнику второй половины, ей придется бежать уже из трех 20, потому что начали они чуть спокойнее. Здесь же мы наблюдаем уже какие-то перестроения. Подтягивается вторая группа, либо немного, не знаю, притормаживает Ренас Ахмадеев, предоставляя шанс подтянуться. Дмитрий Сафронов уходит в данном случае в риергард и скрывается как раз-таки за спинами своих оппонентов, что, в общем-то, бывает, естественно, возможно. До этого он бежал один, почему бы и нет. Скрываясь от потока ветра, действительно, иногда это тактически мудро и правильно. Ну и часто бывает, что спортсмены друг к другу сменяются, помогают друг другу. Пока, правда, единоличным лидером остается Ренас Ахмадеев. Именно он локомотив всей этой лидирующей группы. Он не просто локомотив, он их тащит, он берет на себя весь этот удар, ну, скажем так, главную нагрузку, потому что сидеть за спиной. Вот первые четыре километра. Посмотрим, совсем скоро первая пятерка. Хочется прямо уже спешить гоню. Александр Сторожев здесь. И, кстати, пока вам расскажу потрясающую историю. Вот здесь я увидел Кирилла Голдовского. Бежит в синей майке, черных шортах справа на экране. И рядом с ним его друг, 37-летний Анатолий Глазков, который сегодня бежит в полумарафон вместе с другом. Кирилл Голдовский, мастер спорта по триатлону. Глазков раньше не занимался спортом. Он тренируется последние буквально четыре года. 12 лет курил, а потом решил заняться собой. Позвонил другу, с которым они знакомы с детства и дружат на даче. И сейчас он уже бежит быстрее своего тренера. Глазков пробежал первый полумарафон с дивана, как-то говорят, за час 28, через год час 20, затем час 15, и сегодня они попытаются пробежать и с часа 10. И в паблике сборбек даже не верят этому. Объясню. Обычный любитель, вот, собственно, он здесь, Анатолий Глазков, сбегал совсем недавно прикидку 3 километра из 9 минут. Чтобы понимали, в 37 лет любитель, который не занимался спортом. Потрясающая история. И я очень рад, что они бегут вместе с женщиной. Вы знаете, эволюционирует бег в Москве, в стране, во многом благодаря появлению таких массовых стартов. И очень приятно, что действительно все больше и больше любителей появляется на радарах, так сказать. И все больше и больше любителей демонстрируют высокие скорости. В общем-то, седьмой раз уже проводится московский полумарафон. Если посмотреть на динамику лучших результатов, то, в общем-то, каждый год все лучше и лучше, все быстрее и быстрее. Но разве что в 2019-м рекорд трассы не был обновлен. Но на то есть, в общем-то, свои причины. Ну, Николай Чавкин присоединяется сейчас к Искандеру Итгарову и Ренасу Ахмадееву. Дмитрий Сафронов, который как раз-таки составлял компанию Искандеру и Ренасу на первых километрах дистанции, сейчас выдерживает четвертую позицию. А у нас группа лидеров среди женщин. Сергеева, Коробкина за пейсмейкером следует четко. Сегодня пейсмейкер ведет их на результат час тринадцать. Это чуть хуже рекорда трассы прошлого года. Татьяна Архипова показала результат час двенадцать двадцать шесть. Да даже не чуть, собственно, более полминуты разницы. Но вполне возможно, что девушки впоследствии уже на второй половине смогут разогреться, так сказать, и выйти вперед предложенного графика. Да, и это ожидаемо, это предрекала Татьяна Архипова. Она сказала, я думаю, что мы побежим все вместе в группе. А на второй половине лучшие шансы у Елены Коробкиной. Она попробует убежать в отрыв. Собственно, и Коробкина, по моим ощущениям, именно на это рассчитывает. Николай Чавкин, который бежит третьим, с личным рекордом час ноль три двадцать семь. Это тот самый бегун Санкаешко. Свою форму хорошо оценил, и Коробкина сказала, что он готов прибежать на час четыре. Об этом о всем поговорим чуть попозже, и вернемся после небольшой рекламной паузы. Субтитры создавал DimaTorzok Доставляем фрукты быстро. Скачивайте мобильное приложение «Пятерочка доставка» в App Store и Google Play. «Пятерочка» выручает. Я верю, что сам выбираю, каким я буду завтра. Я могу выбрать быть сильнее, быстрее, легче, а могу проиграть. Но меня это не остановит. Мой выбор – уверенно двигаться к своей цели. Верь в свой выбор. World Class. Куда приведет тебя спорт? К экрану? На стадион? Или в спортзал? Все пути открыты с чемпионат.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И снова мы на трассе московского полумарафона. Буквально пару мгновений назад прибежали лидеры мужчин отметку в 5 километров. И отсечка была примерно на 15 минутах в 10 секундах. Это значит, что бегут пока что лидеры мужчин медленнее рекорда трассы примерно на 10 секунд. С другой стороны, был небольшой тегун, собственно, на новом участке. И мы все-таки ждем каких-то решительных действий от Ренаса. Ходят слухи, вообще расчет был на то, что он может пробежать из 63 минут, или из часа 3, или из часа 2. Ну, все говорит об этом. Он пробежал прекрасную тренировку 2 раза по 5 километров. Сбегал внизу, не на высоте, на уровне моря. Сначала пробежал 5 километров с 14.50, затем с небольшим отдыхом пробежал пятерку 13.59. И в идеале с таким уровнем подготовки можно бежать из 62 минут. Чтобы было понятно, какой это уровень бега. Скажу вам, что больше 25 лет в России никто так не бежал. Да, действительно, очень серьезный уровень. Но сегодня не только битва титанов, сегодня не только битва чемпионов. Вы обратили внимание, в том числе, и на кадры с трассы, где свою дистанцию преодолевают любители. В общем-то, с них также следует брать пример. Ну вот, пожалуйста, Фарид Мухаммед Зарифов. Как раз только мы сказали про любителей. Один из ярких представителей любительского бегового сообщества. Те, кто совмещает работу с очень активными, интенсивными тренировками, показывают потрясающий результат. Вот, например, Фарид выбегает из 2.30 марафонскую дистанцию. Очень и очень неплохой результат для спортсмена, который тренируется после работы. Который совмещает это с огромным количеством других обязательств, забот, хлопот, если хотите. Притом начал он тренироваться, по-моему, в 2013 году вместе с супругой. И уровень его результатов был среднелюбительский. На уровне 3,5-4 часов на марафоне спрогрессировал. Кстати, тренируется, если я правильно помню, как раз-таки у Михаила Сакчима Монастырского. Который присутствует здесь на трассе. Это тренер Искандера Едгарова. И он стоит на отметке 5 километров. Хотел воочию посмотреть на Искандера. Может быть, какие-то подсказки ему дал. Ну, а бежит сейчас Фарид Мухаммед Зариф вместе с Ириной Сергеевой. В общем-то, достаточно продолжительное время Ирина Сергеева была на такой небольшой высоте в Кисловодске. Там она проводила вот это напряженное время. В том числе успела слетать в Иркутск. Оттуда прилетела в Москву на старт. В общем-то, в привычном графике поменялось немного. Разве что сказалось вот эта самоизоляция, невозможность сравнивать свой соревновательный уровень с другими. Ну, как бы то ни было, даже несмотря на отсутствие прикидок друг с другом, несмотря на отсутствие стартов, естественно, все лидеры, все любители бега, в том числе и не только элитный дивизион, продолжали поддерживать себя в форме. И большое количество онлайн-челленджей каких-то возникало. И тренировались в домашних условиях. Делали какие-то беговые упражнения. Ну и потом уже, когда ограничительные меры немножко ослабевали, выходили в индивидуальном порядке, естественно, на улицу, поддерживая свое спортивное мастерство. И вот он долгожданный момент, когда есть возможность проявить себя. Ну, собственно, про Ирину Сергееву есть еще очень любопытный факт. У нее есть такая традиция перед каждыми крупными соревнованиями. Она, во-первых, живет всегда в номере одна, ей нужно сконцентрироваться. А теперь, я думаю, вас очень позабавит этот факт. Она регулярно накануне гонки смотрит ужастики. Ну, перед московским марафоном, например, она смотрела фильм «Пила-6». Вот такая концентрация, даже какая-то злость, может быть, всплеск адреналина позволяет реализовать себя. Ну, пропала немного эскадра Елены Коробкиной. Я даже немного испугался, что она бежит позади. Но нет, она подтянулась ближе к Александру Кратовичу, к пейсмейкеру. А здесь уже вперед выходит Ренас и как-то вот растягивает эту группу. Немного, по-моему, выпал из этого локомотива Иван Панферов, Павел Одышкин еще здесь. И он бежит рядом со Степаном Киселевым, как бы поддерживая его, что ли. Да, и Сергей Конякина также не видим в группе лидеров. Также, видимо, не справился с вот этим графиком, с этим темпом, который предлагает сейчас Ренас Ахмадеев. Но, как бы то ни было, не выбегают из трех, судя по графику передвижения на километр. А это говорит о том, что, скорее всего, рекорд трассы сохранится. Но все, многое, конечно, будет зависеть от второй половины. Смогут ли они все-таки не допустить вот этого западения скорости? Смогут ли они показать хороший сплит? Это Елена Коробкина бежит даже не за спиной у пейсмейкера, а рядом с ним. И в данном случае пейсмейкер для нее некий такой диспетчер, который помогает выдерживать нужную скорость. Кстати говоря, пейсмейкеров у нас сегодня также в основном забеги среди любителей, как всегда, большое количество. Это некий такой эталонный уровень московского полумарафона. Очень опытные бегуны, которые выдерживают ровный темп по всей дистанции, помогают участникам достигать своих спортивных высот, своих спортивных амбиций, своих личных рекордов. Коробкина, кстати, отметила своей главной соперницей именно Ирину Сергееву, потому что Сергеева, по словам Елены, любит бежать быстро. Начнем на час 13. Также спросил я Коробкину, интересно ли ей обновить рекорд России на полумарафоне, час 08.45, который принадлежит Любови Моргуновой. Она сказала, да, конечно, почему нет. И мне кажется, это ее характеризует как человек, который знает точно, чего она хочет. Бойкая, очень энергичная, приятная, харизматичная девушка, которая потрясающие вещи пишет у себя в социальных сетях. Кстати, подпишитесь на Лену, очень открытый человек и спортсменка. Ну, а здесь я радуюсь тому, что Николай Чавкин как-то прям даже не теряет контакт с Искандером, и это добавляет остроты в происходящее. Но в то же время кажется, что Иринас движется вперед. Особенно пометуя о вот этом гандикапе между Николаем Чавкиным и Еленой Коробкиной. Да, действительно, но, между прочим, Елена Коробкина бежит полумарафон в Москве впервые. И ей даже не с чем, собственно, сравнивать. У нее сегодня, по сути дела, такой дебют на этой дистанции в Москве. Ну что ж, плотная довольно группа, но все же, все же, обратите внимание, дорогие друзья, что из представительниц прекрасного пола, по сути дела, график на час 13 выдерживает, судя по кадру до этого, одна лишь Елена Коробкина. Елена Коробкина, в принципе, не готовилась к полумарафону. Она должна была бежать батл с Владимиром Никитиным на дистанции 5000 метров, но не удалось договориться со стадионом в Кисловодске. Батл должен был пройти в июле. В принципе, боролись они там за гандикап между олимпийскими нормативами в минуту 40. Но в итоге пришлось сбавить интенсивность перед полумарафоном. Вот решили они с тренером. Сделала она несколько подводящих работ и, в принципе, на достаточно нормальном объеме, на уверенном объеме она вышла на старт. Но сразу оговорюсь, Ирина Сергеева, да, справа сейчас просто не попадает в объектив. Все в порядке. В данном случае есть компания Елены Коробкиной, Ирина Сергеева, которая очень амбициозно была также настроена на сегодняшний забег. Продолжает держаться в этой группе. Свою форму, кстати говоря, Ирина оценила на 8 из 10, а вот Елена на 7 из 10. Да, но тут, конечно, у каждого свои амбиции, представления об идеальной форме. Да, Татьяна Архипова чуть позади группы. И вот за ней Алина Прокопьева. Судя по форме, не вижу я Луизу Дмитриеву. Была она заявлена. Посмотрим, но на отсечку уже хронометража, которая есть в прямом эфире. Любопытно расскажу про Ирину Сергееву. Во-первых, она в прогнозе своем указала, что первое место завоюет именно Елена Коробкина. Она станет второй. И далее Татьяна Архипова. Вот такой прям глубокий анализ ей поддался. Коробкина начала заниматься... Коробкина, прошу прощения. Сергеева начала заниматься бегом еще в школе, но всегда ее тянуло в длинной дистанции. Она даже бегала больше, чем ей давал тренер. Уже в 17 лет она пробежала свой первый марафон. Хотя ее не должны были пускать из-за того, что она была несовершеннолетней. В итоге она стала второй. В 17 лет пробежала за 3 часа 9 минут. И даже боролась за то, чтобы ей все-таки выплатили призовые деньги. Так что уже в 17 лет она заработала с помощью бега. Ну что ж, Ахмадеев, Едгаров, Чавкин, дорогие друзья. И это уже похоже на заявку на лидерство. Но, по сути дела, действительно некий отрыв между трио лидеров и ближайшими преследователями был заметен и ранее. Но чем ближе мы к экватору этой дистанции, тем понятнее становится, что... В общем-то, вот этот рисунок приобретает какие-то очертания. И Ренас Ахмадеев здесь сдаваться не собирается наверняка. Естественно, настроен на вторую половинку. И, разумеется, никто не собирается сдавать своей позиции. Ну что ж, и мы ждем с нетерпением следующую отсечку. Она будет уже вот совсем-совсем скоро. Напомним, что у нас несколько сплитов. 5, 10, 15 и 20 километров. Надеемся, что мы сможем еще сверить свои часы, так сказать, по этим промежуточным финишам. И вот буквально уже какие-то считанные минуты остаются до отсечки 10 километров. Тренер Ренас Ахмадеева, кстати говоря, делился формой своего подопечного. И говорил о том, что он вполне готов бежать десятку по 29 минут. Но сегодня, конечно, все-таки поскромнее будет наверняка темп бега. Мы обсуждали, да, с Игорем Жавронком, в принципе, уровень готовности при вот этом маркере двух пятерок 14.50, 13.59. Сказал, конечно, да, если бы мы бежали вот в тот момент, не через три недели, как сейчас, то да, он бы спокойно пробил бы вот эти две десятки по 29 минут. Но сегодня задача для Ренаса обозначена как бежать от состояния. Если бежится, то здорово, то тогда давить педаль газа. Если же нет, то отталкивается, наверное, от ситуации, тактический бег. Ну и интересно будет бороться, конечно, за рекорд трассы. Ренас, точнее, Игорь Жавронок, тренер Ренаса, оценил форму своего подопечного на 9 из 10. Сказал, что из-за карантина ничего не поменялось. Правда, давайте еще раз отметим, что Ренас практически завис в Кении на полгода. Он этого не планировал из-за карантина, он буквально просто остался там. И любопытно, что из-за пандемии у него не было возможности делать массаж. Останавливался он только с помощью товарищей. Вот Евгений Глинский, который с ним там бегал, помогал ему с помощью аппаратного восстановления. Много любопытного было. Ну а здесь группа лидеров женщин Коробкина, Сергеева, те же, как я уже говорил, пейсмейкеры, Кротович. Здесь даже несколько уже пейсмейкеров добавляется. По сути дела, официально это, естественно, у нас пейсмейкер Александр Кротович. Но обратите внимание, еще три стройных, даже четыре, да, стройных, сильных, быстрых мужчины окружают Ирину и Елену со всех сторон и помогают им поддерживать нужную скорость по дистанции. А вот здесь уже, здесь уже ясно, четко, дорогие друзья, что группа лидеров образовалась. Давайте еще раз назовем их и по именам Ренас Ахмадеев, Искандер, Едгаров, Николай Чавкин. Что будет дальше, узнаем совсем скоро. Небольшая пауза. Оставайтесь в прямом эфире вместе с нами. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, крупнейший полмарафон России, дорогие друзья. Самый ожидаемый забег этого лета. Мы продолжаем экватор. Полмарафон уже позади. Да, позади. Первая десяточка. И группа лидеров среди мужчин составит трех человек. Ренас Ахмадеев, Искандер, Едгаров и Николай Чавкин. Ну что ж, очень неплохо они смотрятся на этом отрезке дистанции. И вот с этого ракурса окажется все дальше и дальше. Ближайшая группа преследователей. Там наверняка Дмитрий Сафронов, который был в тройке лучших на первых километрах дистанции. А вы знаете, вот он, поворот на 180 градусов. Собственно, говоря о экваторе, говоря о серединке, я в первую очередь руководствовался теми минутами и секундами, которые сейчас на экране. Но таким образом нам следует констатировать еще и еще раз, что график бега все-таки медленнее, чем мы, наверное, могли ожидать в своих, знаете, фантазиях, глядя на этот совершенно сногсшибательный состав участников. В то же время вторая пятерка вышла значительно быстрее. Если первые пять километров лидеры мужчин пробежали 15.10, то вторая пятерка уже была 15.03. И на данный момент, судя по графику первой десятки, лидеры мужчин бегут на результат 1 час 3 минуты 39 секунд. В то время как рекорд трассы у нас 1 час 03.19. 59 было в прошлом году из Цепана Киселева, кстати говоря. То есть примерно тот же график. На 20 секунд медленнее рекорда трассы. Говоря про Венаса, очень забавно, что бегом он стал заниматься с восьмого класса. А вот вдохновение и идея заниматься бегом к нему пришла от старшего брата, который уже завершил карьеру. Но решил он поддаться в бегуны, потому что смотрел на брата, который постоянно ездил на соревнования, на сбору. И глядя на то, как старший брат прогуливал школу, Венас тоже решил попробовать себя в беге. Собственно, да, вот вторая часть, что хочется сказать. Вот только мы сказали про несколько такие смиренные, скажем так, скорости на первой части. Сразу Искандер Итгаров выходит вперед. Это момент истины в какой-то степени. Очень важно, конечно же, показать положительную динамику по дистанции. Возможно, это некий товарищеский жест в этой группе лидеров. Действительно, часто спортсмены сменяются друг с другом. Ренас Ахмадеев отработал отлично первую часть дистанции, протащил за собой многих остальных. И пусть здесь, конечно, вот этот фактор сопротивления воздуха не настолько критичен, как, например, в велоспорте. Но все равно даже психологически бежать иногда за спиной комфортнее. На вкус и цвет, конечно, товарищей нет. Но я говорю все-таки о среднестатистической, так сказать, ситуации. По-прежнему Елена Коробкина и Ирина Сергеева с пейсмейкерами. Опять же, так правильнее будет сказать. Из них официальный один Александр Кратович. Ну и первая отсечка 10 километров. Женщины пробежали за 33-35. И Коробкина, и Сергеева впереди. Вот Татьяна Архипова и Алина Прокопьева еще на двух ступенях, я бы сказал. А вот и Луиза, кстати говоря. Спасибо большое за графику. На данный момент, судя по текущему темпу, женщины у нас бегут сейчас... Ну, в районе, наверное, 3.20, может быть, чуть больше. 3.22. Ну и, соответственно, мы двигаемся на хороший очень результат. Да, ну, как бы то ни было, отставание в 20 секунд сейчас от группы лидеров в свете... Сейчас позиция в рейр-гарде Татьяны Архиповой. Говорит о чем? Ну, наверное, все-таки, действительно, поддерживать контакт в этой ситуации очень-очень непросто. Ну, сейчас женщины идут примерно на результат 1.11 с небольшим, 1.11 с копейками. В то время как... Это рекорд трассы. Да, собственно, в то время как рекорд трассы у нас сейчас 12.26. Пока, если мы правильно ведем свои подсчеты, дорогие друзья, пока график как раз-таки среди прекрасной половины очень-очень неплохой. Ну, а в мужском зачете все будет зависеть в первую очередь от вот этих трех богатырей. Искандер Едгаров сейчас предпринимает попытку немножко разогнать группу лидеров. Действительно, немножко прибавить в скорости. Ну, Степан Киселев, кстати, говорил, что единственный способ, по его мнению, обогнать Ренаса на полумарафоне, это дергать его по темпу. Ну, собственно, Искандер выходит вперед, но вряд ли это выглядит как какое-то такое ускорение. Скорее, выходит на смену, поддерживает товарища. Все-таки и Ренас, и Степан, и Искандер, татарста и Рэй, вот такое у них объединение. И Искандер сам говорит, что его сильная сторона – это татарская кровь. Он себе ставит плюс. Ну, и здорово. Едгаров сказал, что ему придает уверенность то, что на полумарафоне он может всех порвать. Он уверен в себе, он действительно много работал. И давай здесь вспомним вот про карантин, то, что Искандер бежал на беговой дорожке 50 километров, пытаясь обновить мировой рекорд. Ему это практически удалось. Правда, он стал вторым. И вот даже шутят у себя в социальных сетях, что это такая микроболезнь, скажем так. Вот не буду говорить проклятие, но заразил он недавно своего друга, который и был быстрее на 50-километровой дистанции, Ивана Моторина. Он бежал недавно длинную дистанцию, трейл, и тоже стал вторым. Кирилл Голдовский сейчас в центре кадра. Может быть, не один из главных действующих лиц в данном случае, не один из претендентов на золото, но, как минимум, один из сильнейших триатлетов любителей, сейчас уже любителей в России, призер чемпионата мира в своей возрастной группе. И вот в этот момент уже пересекаются потоки бегущих в момент, собственно, разворота на 180 градусов по центральным набережным обратно. И вот один из таких моментов в своем интервью вспоминал Ренас Ахматеев, что, конечно, вот это вдохновляет, ощущение того, что ты не один, ощущение того, что все единомышленники собрались сегодня здесь, все терпят, все преодолевают себя, ощущение того, что бег развивается, настоящий праздник спорта, здоровый образ жизни. И, конечно, у человека, которому не безразлично судьба бега, легкой атлетики, очень приятно это видеть, прям мурашки бегут по коже. Я думаю, что и нам тоже, получая эти кадры, приятно смотреть на эту похорошевшую Москву. Утром было достаточно тоскливо, пасмурно моросил дождь, а сейчас как будто по мановению волшебной палочки в Москве отличная погода, и все подчинено, буквально посвящено бегу. Ну, Андрей, вспомни, вначале бежали в семером, в десятером друг за другом, а уже после разворота отрыв больше десяти секунд, но, что интересно, Степан Киселев сейчас на четвертой позиции, он возглавляет группу по исследованию, рядом с ним бежит и Дмитрий Сафронов. Дальше еще в пяти секундах группа Павел Одышкин, ну, собственно, не группа, там один бежит Павел Одышкин, а вот Искандер Ингаров как раз-таки прогнозировал, что выиграет он, вторым будет Одышкин, а третьим будет Иван Панферов, потому что мы команда, верю в силу бегового монастыря. Еще одна отсечка, видно было, что отбил какой-то километр у себя на часах Искандер Ингаров. Искандер написал, что свою форму оценивает на 8 из 10, хорошо, готов, все здорово, но его настораживают два момента. Во-первых, он не разбегался, не чувствует скорости, ноги загружены горами, и у него было предчувствие, что набрать высокую скорость ему будет сложно, хотя функциональная подготовка хорошая, здоровье есть, и в таких случаях нужно просто терпеть с первых метров. Как ты считаешь, выглядит ли он сейчас вот в том состоянии, которое я себе предписывал? Ну, собственно, с первых метров было видно, что действительно Искандер настроен на очень такую плотную, бескомпромиссную борьбу, и это в какой-то степени, естественно, отражалось и на выражении лица одного из главных претендентов. Обратите внимание, даже Пейсмейкер также, в общем-то, испытывает сейчас, я думаю, определенные сложности, поддерживая такой высокий темп бега, но как бы то ни было, идут четко по графику, право молодцы. Что касается Искандера Идгарова, да, действительно не разбегался, да, действительно горы, но Аринас Ахмадеев буквально полгода уже в горах, и на высоте 2400, это все-таки высота, на которой тренировался Искандер, несколько ниже. Здесь, мне кажется, очень большую роль играют индивидуальные особенности. Кому-то действительно нужно разбегаться, кому-то нужно бежать на следующий день после гор, кому-то нужна некоторая акклиматизация. Например, у Аринаса Ахмадеева уже три недели прошло с тех пор, как он спустился с гор Ситона, с родиной чемпионов, как ее называют, в Кене. Ну, собственно, традиция ездить в Кене уже несколько лет, я думаю, в тренде, в беговом сообществе, конкретно в сообществе Татарстайров, если позволите, да, но такое большое количество времени действительно в горах, я думаю, никто не проводил до этого. Да, ты прав по поводу высоты, даже тренер Ренаса сказал, что Кене – коварная штука, и здесь, мы уже это упоминали, Ренас должен бежать от состояния. Приведу просто пример, во время вот этих шести месяцев подготовки была одна тренировка, когда Ренас вышел на один из отрезков, пробежал его, после первого отрезка он сказал, я вообще не могу бежать, и они перенесли эту тренировку на два дня, потому что ноги вязнут, нет вот этого напряжения, нет, ну, не летишь, не бежишь и просто переносит. И здесь же, получается, Ренас уже будет работать по финишу, и, кстати, его сильной стороной, например, Антон Гробовский написал, что сильная сторона Ренаса – это, конечно, финиш. Он всегда хорошо себя показывает на финише, а вот Искандер говорит, что полуварафон – моя коронная дистанция, и мало кто может со мной на ней посоперничать. Конечно, Ренас – его главный конкурент, главный соперник, и он признает его уровень, но не боится. Искандер считает, что Ренас слаб психологически. И если они будут на равных, Искандер сказал, я сломаю его на второй половине дистанции, и моя победа станет жирной точкой в любительской гегемонии на пробегах. Ну, а каково тебе присутствие Николая Чавкина в этой группе лидеров? Все-таки присутствие Искандера, Едгарова, Ренаса Ахмадеева здесь вполне ожидаемо. А вот на, скажем так, да в целом даже на второе, третье, четвертое, пятое место, последующее после первого было большое количество претендентов. Мы видим уже достаточно солидный отрыв по отношению к группе преследователей. И как раз-таки единственным, кто зацепился за Ренаса и Искандера, стал Николай. Каково это вообще? Насколько ожидаемо? Мне кажется, что, естественно, у многих могли быть совершенно другие на этот счет прогнозы, разве что Елена Коробкина в своем интервью сказала, что Николай Чавкин выиграет. Выиграет, так, кстати, Коробкин сказал. А меня удивляет, что я смотрю на интервью Чавкина, мы пообщались, и он сказал, что победит Ахмадеев, вторым будет Едгаров, а третьим Чавкин, а дальше Киселев. Только представьте себе. На пятое место он поставил Шутова. Кстати, Федора Шутова пока мы не видим, вот здесь в топ-5. Любопытно, любопытно. Честно, я не ожидал, что Николай будет готов. С другой стороны, его опыт и его универсальность позволяют ему как-то цепляться. Ну и тренировался он в хорошей группе вместе с Еленой Коробкиной. В Инстаграме можно посмотреть на их тренировки. И вперед, наконец-таки, выходит Николай. Но видно, что и ему эта дистанция дается не так просто. Это полумарафон, это скорость и выносливость, это и борьба по дистанции, и вроде бы нужно быть готовым ответить на какую-то атаку. И здесь уже Искандер теряет вот как-то микроконтакт с дуэтом Ренаса и Николая. Ну, наверное, все-таки, да, преждевременно об этом говорить. Но если Ренас и Искандер тренировались в горах, то продолжая, в общем-то, сравнивать, в данном случае, статус квоники, да, между этими участниками, Николай Чавкин тренировался по лесам Подмосковья. Ну, в тот момент, конечно, когда это стало разрешенным, когда чуть смягчились ограничительные меры в гордом одиночестве по лесам Подмосковья. Вот разные пути, разные тренировочные планы сейчас скрестились друг с другом, склестнулись разные модели подготовки. Пункт питания в основном с водичкой, и это неудивительно. Многие отмечают, в том числе среди группы лидеров, что, по сути дела, предпочитают на полумарафоне не питаться вовсе. Но только если погода достаточно жаркая, попить немножко жидкости, в общем-то, никогда не будет лишним. А вот, например, Искандер Эдгаров вовсе сказал, это просто пустая трата времени, и не собирается вообще, в принципе, пополнять свои водно-солевые энергетические балансы на протяжении этой половинки. Ты знаешь, мы совсем, мне кажется, не сказали и про психологический настрой, да, про потерю мотивации из-за отсутствия стартов. Это, наверное, один из главных факторов, который определяет здесь вот этот, определяет победителя, потому что отсутствие стартов, ну, к примеру, демотивировало Степана Киселева, что неудивительно, нету соревнований, не знаешь, к чему готовиться. И вот пересматривая его профайл, меня удивило, что он как раз-таки поставил на Ренаса, на Николая Чавкина и на Искандера. Такие глубокие аналитики очень хорошо разбираются. И вот как раз Степан Киселев, который по некоторой версии, может быть, по одной из гипотез, мог действительно немного потерять мотивацию в этом периоде, знаете, такого безвремения, скажем так. Но надеемся, что действительно этот напряженный период высокой эпидемиологической угрозы так или иначе совсем скоро подойдет к концу. И все события бегового сообщества состоятся. У нас будет с вами возможность еще полюбоваться за перипетиями борьбы сильнейших. 22 августа запланирован ночной забег, 20 сентября московский марафон, 3 октября, 4 октября и 25 октября кроссы в программе бегового сообщества. Ну что же, результаты на отсечке 15 километров. Давайте проанализируем 45-45 у Ренаса Ахмадеева. 30 секунд проигрывает Степан Киселев в группе лидеров в составе трех человек на этом рубеже. Дмитрий Сафронов уже на текущей, получается, пятой позиции. Сейчас лидеры бегут на результат 1 час 4 минуты 21 секунда. Ну, любопытно. Сейчас еще раз перепроверим. Говоря про Степана, он был у нас в кадре. Он сказал, что его цель разменять 1 час 5 минут, если будет возможность побороться за призовое место. Ну что же, снова Ренас Ахмадеев на первой позиции. Сменяются друг с другом лидеры. Появился в том числе и логотип нашего цифрового партнера компании МТС. Благодарим за поддержку и за возможность в прямом эфире посмотреть за борьбой сильнейших легкоатлетов России. Ну что же, снова группа лидеров среди женщин. Елена Коробкина попадает в данном случае в центр кадра. Ирина Сергееву очень хочется здесь рассмотреть в этих рядах бегущих. Возможно, она оказалась сейчас у кого-то за спиной. Но вы знаете, нет, судя по этому плану, но опять не вижу я Ирину Сергееву. Хотел бы, может быть, увидеть, но не вижу, значит ли это, что, к сожалению, она не смогла поддержать скорости поясмейкера на час 13 или нет. Но посмотрим. Степан Киселев в гордом одиночестве бежит. И сможет ли он за оставшиеся километры приблизиться, как ты считаешь, Александр? Будет ли возможность сократить вот это 30-секундное отставание? Обратите внимание, корректирует свой темп, свои ощущения с монитором. Уж не знаю, смотрит ли на пульс, либо на показатель времени. Ну, пульс здесь, скорее всего, не значит уже ничего. Абсолютно все бегут, наверное, все идут ва-банк. А вот по темпу сравнить немножко со своим самочувствием может быть и полезно. Может быть и получишь какую-то релевантную информацию для себя. Не просто здесь сделать прогноз. Действительно, Степану придется просто выжать все силы из себя. И плюс ко всему, надежда, наверное, только на то, что проблемы возникнут у кого-то из лидирующего трио. Степан сказал, что форму у него, наверное, на 6 из 10. Вы понимаете, он не в лучших своих кондициях. И среди тренировок, на которые он может опереться и как-то спрогнозировать результат, сказал, что, в принципе, никаких прикидок не было. Сам московский полумарафон и будет первой прикидкой. Хотя недавно была у них командная эстафета, которую он организовал. Посмотрим. Действительно, не видно Ирину Сергееву. И, да, судя по всему, здесь уже мы не можем ошибаться. Ирины Сергеевой нет вместе с Еленой Коробкиной в группе. Напомним, что позади Елены и Ирины шла Татьяна Архипова, бронзовый призер. Причем неоднократный бронзовый призер Олимпийских игр. Возможно, они сейчас аккомпанируют друг другу. Но даже на дальнем плане не можем мы увидеть ближайшую группу. Очень хотелось бы узнать, как там обстоят дела. Ну и безмятежные такие кадры были сначала из парка культуры отдыха имени Горького. Теперь с Москвы реки с потрясающим видом на храм Христа Спасителя. Собственно, одна из главных визитных карточек и особенностей московского полумарафона. В действии во всей красе трасса по центру Москвы. Сюда приезжают специально для того, чтобы пробежаться по перекрытым центральным набережным и улочкам. И такая возможность уже который год подряд есть у всех любителей бега. Бега в том числе и в этот напряженный такой неоднозначный сезон. Ну что, Елена Коробкина продолжает бежать очень ровно, поступательно. И прогнозируемое время 1 час 11 минуты 2 секунды. Это действительно очень быстро. Это превышает рекорд трассы на минуту 24 секунды. Это серьезная заявка. Вот не знаю, кто еще будет способен дальше выходить вперед. И я думаю, что есть все шансы выбежать даже из часа 11. Видимо, на этот целевой результат они и бегут. Не секрет, что есть определенная бонусная система для того, чтобы спортсменов мотивировать. И в данном случае сделать рекорд трассы московского полумарафона у женщин 1 час 10 минут. Это будет очень сильно. Это один из самых быстрых полумарафонов в стране. Да, это потрясающе. Кстати говоря, награждаются на основной дистанции с первого по пятое место среди мужчин и женщин. И опять же говоря, о некой такой статистике, инфографике московского полумарафона. Общий призовой фонд 1 миллион рублей. Это как раз сумма включает призовые за первые и пятые места у мужчин и женщин. И в том числе бонусные выплаты за высокий результат. Правда, уже поверх бонусы идут. Но сможет ли удержать эту высокую скорость Елена? Говоря опять же о ее потенциальных возможностях, следует иметь в виду, что у нее самый лучший личный рекорд на этой дистанции среди участвующих сегодня спортсменок. Она, между прочим, действующая чемпионка России в полумарафоне. Один час десять минут двадцать семь секунд. Такой личник у текущего лидера женского зачета. Вот эти энергичные музыкальные пункты, музыкальные позиции подбадривают сейчас всех пробегающих мимо. Еще одна визитная карточка всех соревнований бегового сообщества. По ходу дистанции располагаются музыкальные коллективы, которые всеми своими силами посылают музыкальные флюиды, пробегающие мимо. Поддерживают их так, как могут. Да, между прочим, за барабанами сидел тоже бегун, который московский полумарафон не один раз преодолевал. Впереди у нас Елена Коробкина, здесь Кирилл Голдовский, Александр Кратович и Фарид Мухаммед Зарифов. За ними в десяти метрах еще пара любителей, даже не знаю, можно ли их назвать любителями, на час десять, когда бегут. И там как раз-таки тот Анатолий Глазков, про которого я рассказывал. Будет любопытно посмотреть. Видно, что Елена Коробкина ускоряется, и показатели, наверное, соотношения веса и мощности у нее просто запредельные. По-моему, весит Елена меньше 50 килограмм. Николай Чавкин в инстаграме занимался тем, что брал ее на руки и отжимал, как делал жим груди с Еленой Коробкиной. Вот такие забавные факты, они участвовали в одном из онлайн-челленджей, вот опять-таки про карантин. Ну, а сейчас все-таки пробег Елена Коробкина борется с рекордом трассы. А вот здесь Искандер Едгаров предпринимает попытку убежать от Ренаса Ахмадеева. Дорогие друзья, спасибо нашим операторам. Вот это да! Вот это да! Ведь только и шли разговоры на протяжении нескольких дней. После того, как стал известен состав о том, что Ренас Ахмадеев будет диктовать свои правила игры, что Ренас Ахмадеев находится в потрясающей форме, но, в общем-то, знакомясь со всеми этими прогнозами, Искандер Едгаров сказал четко, я знаю свою силу, я знаю, что моя коронка это полумарафон, и я сделаю все, чтобы сломать Ренаса на второй части, сломать Ренаса на финише. Да, с точки зрения усилия воли, тут, конечно, Искандер может дать фуру, в общем-то, всем, вне зависимости от спортивной квалификации уровня. Ну, главное, чтобы не возникла его судьба Алексея Трошкина, которого также обогнали за полтора километра до финиша. Искандер так довольно агрессивно высказывался, сказал, что Ренаса не выпустят из карантина, Степа хромой, Мамарин сбросит две минуты с личника, Чавкин сойдет, а Григорьев чайник. Вот так они бросаются друг друга. Вы знаете, это немножко добавляет вот такой пикантности, зрелищности, подогревает ажиотаж вокруг вот этой тусовки сильнейших. И, конечно, в общем-то, привлекает внимание всех остальных, немножко разбавляет вот эти тренировочные будни. Я думаю, что можно всегда потроллить друг друга, пошутить. Опять же, ничего далеко идущего, ничего грозного и строгого в этом нет. Ренас Ахмадеев тем временем бежит раскатисто и ликвидирует вот этот минимальный гандикап, который мы, естественно, не могли не отметить несколькими мгновениями ранее. Уже перебрасываются даже парой фраз между собой, видимо, определяя дальнейшую тактику действий. Ну, вот говоря про подколы друг друга, да, улыбаются, смеются, да, они готовятся к этому финишу. Искандер, по сути, такой харизматичный задира, который и создает эти беговые батлы, целые противостояния, за которыми следят, и обогнать Ренаса, это хэштег, который он часто указывает. В то же время и Ахмадеев постоянно в ответку подтролливает Искандера. Нас ожидает какое-то потрясающее шоу на финише. Ну, только из... Да, давайте вспомним, 17-й год, 2017 год, финиш забега апреля. Да, вспоминается, в данном случае, грядя на жесты Искандера, он еще успевает подшучивать в данном случае, и делает такой отсылок, 17-й, по-моему, действительно, году, когда, в общем-то, на финише Ренас и Искандер поиграли в камень-ножницы-бумага и разыграли между собой право пересечь линию финиша первым. И нечто подобное намекнул, да, сейчас можно так подумать, предположить, нечто подобное предложил сделать Искандер Ренасу сейчас, но до финиша, правда, еще достаточное количество расстояния. Тогда они разыгрывали камень-ножницы-бумагу буквально в 20-30 шагах от заветной финишной черты. Здесь нужно потерпеть, здесь впереди нас ждет очень много интересного. Ну, тогда Искандер показал ножницы, Ренас камень, собственно, выиграл, а потом Искандер через месяц, по-моему, бежал в полумарафон и на финишную ленту того забега перерезал ножницами и сказал, а вот теперь ножницы помогают мне выиграть. Это вот небольшой аппендикс, судя по всему, по хамомническому валу, после чего они пойдут в лужники, после чего... Да, вон он, разворот на 180 градусов. Ну что ж, тоже, в общем-то, новая часть дистанции. Не на каждом полумарафоне она была представлена, если мне не изменяет память. И вот как работает видеослужба, как работают операторы у нас сегодня. Вот благодаря кому мы получаем такую свежую, яркую, потрясающую, наполненную эмоциями картинку. Обратите внимание, несколько мобильных съемочных позиций, которые следуют за лидерами, в том числе есть и статические, но они в большей степени сосредоточены, конечно, в соревновательной инфраструктуре, в стартовом финишном городке, к которому все ближе и ближе Ренас Ахмадеев и Искандер Едгаров. И снова ощущение дежавю, дорогие друзья, но ведь разыгрывали уже не один раз между собой вот эти финиши Ренаса и Искандер. Кто на этот раз станет быстрее? Но узнаем буквально через какие-то считанные минуты. Ну, поддержка зрителей здесь может сыграть тоже ключевую роль, все-таки финишная прямая. Просят организаторы, конечно, не собираться в большие толпы, смотреть онлайн-трансляции. Вот Искандер как раз написал, что вся семья будет болеть, жена, сын, родители, его тренер, вся московская беговая тусовка, в общем, и, конечно же, участники пробежек «Дай Харда». Когда Искандер уезжал из Кении, ему сказали «Remember to die hard». Да, действительно, Искандер организатор вот такого целого движения, любительского движения быстрых, таких массовых лонгранов. Они были на паузе, естественно, по понятным всем известным причинам. Сейчас возобновляются, будем надеяться, будут продолжаться. И дальше говоря о поддержке зрителей. Действительно, Иринас Ахмадеев отмечал, что бежать по дистанции, где скапливается большое количество болельщиков, очень приятное такое ощущение, что болельщиков очень приятное такое ощущение, что зрители просто подгоняют тебя по дистанции. Искандер Итгаров связывал большие надежды с москвичами. И, в общем-то, чувствует он вот эту любовь москвичей к себе, она определенно точно есть. Здесь не стоит скромничать. Чуть позади сейчас Искандер Итгаров, Николай Чавкин. Вы знаете, все-таки, ну, буквально в нескольких секундах за ребятами, и я бы в данном случае не стал списывать его со счету. Держится за бок Искандер Итгаров, и есть возможность у Николая Чавкина подобрать короля Москвы. Так о себе написал Искандер после победы на московском марафоне. Главный шоумен российского бега действительно отдал все силы. И посмотрите на гримасу на его лице. Ему тяжело сбросил его Ахмадеев просто с колеса, выражаясь в велосипедной терминологии. И Николай Чавкин имеет абсолютно все шансы выйти на вторую позицию. Не знаю уж как, может быть, даже бороться за победу. Ох, да, тяжело сейчас Искандеру обратить внимание. Я напомню, Андрей, я перебью тебе, Алексей Трошкин как раз-таки здесь потерял лидирующую позицию. Вот, говорю, не постигнет ли его судьба Трошкина, про которого он, Искандер, тоже высказывался. Да, настоящая драма, но в спортивном смысле, благо, со всеми все в порядке, дай бог. Но с точки зрения результатов, конечно, да, участок очень сложный. И несмотря на то, что у нас сегодня вдвое, казалось бы, короче дистанция, чем на том самом марафоне, о котором ты вспоминаешь, все равно сыграла, сыграла, сыграла тот участок, злую шутку. Да, Николай Чавкин уже впереди. Искандер Идгарова, Елена Коробкина с Фаридом Мухаммед Зарифовым пробегают вот эти зрительские позиции. Фарид предлагает поддержать громче, активнее лидера среди женщин. Даже Кирилл Голдовский, призер чемпионата мира по триатлону на железной дистанции, не выдерживает вот этой скорости единоличного лидера женского зачета. Браво, Елена Коробкина! Мы сегодня с вами, возможно, станем свидетелями нового женского рекорда трассы. Действительно, все промежуточные отсечки говорят об этом. И сменяется уже пейсмейкер у Елены, Фарид Мухаммед Зарифов. Прекрасную компанию ей составляет в эти мгновения. Да, это то, на что мы не могли так прям рассчитывать. Сценарий забега просто потрясающий. Но Ренас уже в Лужниках, дорогие друзья. Давайте обратим внимание на эти заключительные метры дистанции. Вот они, павильоны Мекки отечественного спорта. Лужники принимались за свою более чем 60-летнюю историю. И чемпионаты мира, и Олимпийские игры, я уж не говорю про универсиады, различные игры доброй воли, различные студенческие соревнования, большое количество концертов. И Мундиаль, кстати говоря, в 2018 году, наконец, чемпионат мира 2013 года по легкой атлетике. И самое главное событие бегового сообщества, одними из центральных героев которых является в том числе Ренас Ахмадеев и Искандер Едгаров. А Николай Чавкин выходит на второе место. Невероятно. Вот есть ли шансы у него сцепиться за Ахмадеева, не думаю. Но в любом случае, вот такое выступление Николая Чавкина, я думаю, мало кто мог предугадать. Потрясающе. Действительно, было огромное количество претендентов на эту тройку лучших. Искандер вроде бы по движениям довольно свеж. Очень интересно будет узнать, что же все-таки стало вот этим лимитирующим фактором для него. Действительно, показалась боль в боку. Ну, уже слышно голос Александра Капустина, дорогие друзья. Слышен голос нашего коллеги, ведущего в стартовом финишном кластере московского полумарафона. Это говорит о том, что уже чувствуется сердцебиение зрителей. Вот она, финишная прямая. А посмотрите, Искандер Едгаров все-таки возвращается в борьбу. И сейчас устроит погоню за Николаем Чавкиным. У него есть шансы. Чавкин оборачивается, не хочет уступать. Второе место и финиш теперь за Искандером Едгаровым. Да, чувствуется, чувствуется задел. Чувствуется все-таки, что Искандер не собирается уступать вторую позицию. Но Аринас Ахмадеев, дорогие друзья, но нужно констатировать факт, что главный претендент на победу пересекает ленточку, пересекает линию финиша на ожидаемой, прогнозируемой первой позиции. Браво уже многократному чемпиону московского полумарафона Айда Искандер. Айда молодец. Несмотря на вот эти сложные обстоятельства, постигшие его на заключительных километрах, несмотря на вот эту локальную дуэль с Николаем Чавкиным, все-таки остается локальным победителем. Ну а в абсолюте, естественно, второе место серебро. Николай Чавкин третий. 1 час 4 минуты и 24 секунды победа после тяжелого, затяжного периода. Да, это то, что нужно было для Ренаса. И вообще забег нужен был для всех, но Искандер устроил опять-таки шоу. Подарил нам вот эти минуты переживаний. Десятки тысяч человек за ним сейчас следят, благодаря его социальным сетям. И, конечно, главный шоумен, известный также как Флэш, Джокер, сегодня был хорош. Да, и обратите внимание, даже участники соревнований в элитном дивизионе сразу надевают средства индивидуальной защиты. Везде расположены по мере, по периметру санитайзеры для дезинфекции, измеряют температуру, просят не скапливаться, по мере возможности друг рядом с другом поддерживают социальную дистанцию. Все это необходимые меры для того, чтобы соревнования прошли безопасно. Кроме того, переопорудованы пункты питания, зоны регистрации, проветриваемые шатры, индивидуальные энергетические гели вместо стаканчиков с водой, бутылочки. Дмитрий Сафронов, друзья, в эти мгновения, пусть и без ленточки, но также пересекает вот эту финишную черту, принимает поздравления от Николая Чавкина. Ну, а следом за ним Павел Адышкин, который провел тоже довольно продолжительный период в Кисловодске вместе с Искандером. Я думаю, что Искандер рад за своего коллегу по беговому монастырю. За Адышкиным бежит Артем Алексеев, про которого мы не сказали ни слова, и, по-моему, дальше за ним Федор Шутов. Потрясающая гонка, очень конкурентная, напряженная. Я думаю, предсказать такой исход мало кто мог. Ну, с точки зрения лидерства Ренаса, Ахмадеева, я думаю, как раз-таки предсказывали многие. Я бы даже сказал, абсолютное большинство. Но в то же время результат совершенно не соответствует его показаниям, точнее, его тренировке 2 по 5. Ожидали мы вообще бег на 61-40. Было много разговоров и погоды хорошие. Но, как сказал тренер, гения коварная штука. 20 километров пробегают сейчас Елена Коробкина и Фарид Мухаммед Зарифов. Вместе с ними Алексей Быстров, еще один очень быстрый спортсмен из Москвы. И Коробкина вида отдается полностью дистанции. Хочет она, терпит. Хочет она пробежать, конечно, быстро. Выкладывается на полную. Потрясающе. Посмотрите на то, какие усилия она прикладывает. Как она врабатывается в эти последние метры. Впереди еще длинный такой протяженный участок. Прямая, по сути, решающая часть дистанции, когда уже сил нет. Но есть желание и психика подталкивает тебя. И вот этот адреналин. Уже, несмотря на забитые ноги, несмотря на усталость, несмотря на то, что хочется просто бросить все. Тут в какой-то, в каком-то совершенно пограничном состоянии находятся сейчас бегуны. И чтобы вы поняли, какого уровня этот результат. Так, да, действительно, уже слышны барабаны на финише. Уже близко вот этот самый поворот. Но прямая довольно сложная. Особенно на исходе сил. Особенно в завершении вот этого полумарафона. Час 08. На экране. Да, буквально две минутки остается до заветного рубежа. В час десять. Понятное дело, что скорее всего... Ах, вы знаете, вот, собственно, уже заключительные метры. Будет ли час десять? Я думаю, абсолютно все шансы на это есть. И посмотри, перекладывается она, встает в спину Фариду Мухайдзе Зарифову. Невероятно, полторы минуты. Полторы минуты, если мы выбежем из часа десяти, это будет совершенно беспрецедентный случай. Это беспрецедентный случай рекорда трассы. В общем-то, час двенадцать. Давайте вспомним с вами. Да, час двенадцать двадцать шесть. Остается полторы минуты до финиша. Елена Коробкина, Фарид Мухаммед Зарифов и, как я понимаю, Алексей Быстров. Там же Кирилл Голдовский. Ну, смотрим с вами на этот секундомер, дорогие друзья. Нет уже сил, конечно, у Елены. Обратите внимание, такие довольно вялые движения. Хоть и мощные с одной стороны, с другой стороны, вот руки показывают, что, конечно, силы уже иссякли. Немножко расслаблен верхний плечевой пояс. Уже совершенно из последних сил преодолевает эти метры между двумя своими коллегами, в данном случае, между двумя своими спутниками по дистанции. Заключительную финишную прямую. Какие-то 30 с небольшим секунд. 30 с небольшим секунд до часа десяти. Давай вспомним ее личный рекорд. Один час, 10 минут, 27 секунд. И еще практически минута до личного рекорда. Если она сбегает по личнику, это будет просто... Боже, еще немного, еще чуть-чуть, буквально 20 секунд потерпеть. Ну, так хотелось бы выбежать из часа десяти. Так хотелось бы. Остается буквально какие-то 10 секунд. Невероятно. Елена Коробкина устроила тут какой-то просто праздник бега. Смотрит она на часы. И, конечно, час 10. Час 10. 27 это граница, за которой мы следим. Это рубеж личного рекорда. Это будет, ну, не просто сизон бест в России. Это будет unbelievable best, на мой взгляд. Один час, 10, 27. Серьезно внимательно. И, мне кажется, просто на Тоникова. Она успеет. Она успеет пробежать быстрее. Невероятно. Мы говорили про час 11.02, но такого предугадать не могли. Елена Коробкина, чемпионка московского лабора. Час 10.25. Потрясающе. Она сбегала по личному рекорду. У нее личный рекорд час 10.27. Чемпионка России действующая. Нет, час 10.29. А, 29 на 2 секунды хуже личного рекорда. Боже ты мой, поздравления от Николая Чавкина. Давайте высчитаем теперь результат торта. Потрясающе. Браво. Ну что ж, если в данном случае говорить о главных претендентах на победу. Собственно, Ирина Сахмадеев и Елена Коробкина. Все ожидания, которые связывались с ними, подтвердили. Ирина Сергеева, которая была также по-боевому настроена на этот полумарафон. Давайте полюбуемся ее финишным бегом. Несмотря на то, что не смогла она составить конкуренцию на финише победительницы. Главные претендентки на победу. Елене Коробкиной все равно нужно отдать должное, что она сегодня одна из лучших. Она сегодня достаточно долгое время составляла достойную компанию в группе с пейсмейкером и на второй части дистанции. В том числе и той же самой Елене. Вот, кстати, Татьяна Архипова. Обратите внимание, там же, судя по всему, ну, наверное, Луиза Дмитриева. Да, Луиза Дмитриева, я ее перепутал с Савиной Прокоповой. И вот у них потрясающе интересная борьба. Ирина Сергеева написала, что сегодня ей очень хочется реализовать себя хотя бы процентов на 80. Конечно, она хотела выиграть. Знает, что соперники сильные. Но в любом случае результат... Ну что ж, проигрыш... Час 12 получается ровно. Да, проигрыш полторы минуты. Получается час 12.01. И это на примерно 30 секунд хуже личного рекорда для Ирины. Бронзовый призер в соревновании Татьяна Архипова и Луиза Дмитриева была близка. И мы знаем, как хорошо она бежит вторую половину дистанции. И, конечно, ни в какое сравнение с потрясающим бегом и графиком бега Елены Коробкиной, которая улучшала буквально на каждом километре скорость и удивила нас очень сильно. Что еще приятно отметить, заканчивая историю про торт, выиграла, получается, Елена Коробкина. Торт «Наполеон» сегодня купит ей Николай Чавкин. Ну а здесь Алина Прокопьева, которая была уверена в своих силах. И, в принципе, этот настрой, мне кажется, правильно выбран ей. Думаю, что всем стоит выходить на старт с одним лишь желанием победить. Да, действительно, настрой был боевой. В общем-то, была уверена в своих силах Алина. Она уже побеждала на московском полумарафоне. И, конечно, знает вкус золота. Конечно, помнит радость побед. И, с одной стороны, уважительно относила их к соперницам, но абсолютно никого не боялась. Луиза Дмитриева также в кадре. Это чемпионка московского полумарафона 2017 года. И тогда она была, может быть, в какой-то степени тоже темной лошадкой. И тогда от нее никто не ожидал такого блестящего результата. Но все-таки ей удалось показать лучшее время. Ну что ж, замечательная группа поддержки, которая, ну, в данном случае находится не на финише, да, где-то на трассе. Но там тоже очень важно получать порцию положительных эмоций, порцию поддержки, порцию энергии для того, чтобы продолжить дальше бег в ровном темпе. Ну, а мы ждем с нетерпением пятерку лучших, в том числе и среди прекрасных леди, для того, чтобы подвести такие предварительные итоги. Напомним, что в соответствии с регламентом соревнований по пять лучших спортсменок и спортсменов получают отдельные призы, в том числе денежные призы от организаторов соревнований. И, конечно, особенное внимание мы уделяем именно на пятерку сильнейших. Ну, а забег у нас, дорогие друзья, и призы, собственно, предоставленный забег организован Мегалом сообществом и автономной некоммерческой организацией Центра проведения спортивных мероприятий «Московский марафон». Организован забег при поддержке Департамента спорта города Москвы. Благодарим всех партнеров, конечно, за предоставленные призы и подарки. И вот уже здесь плотные ряды любителей, которые в первую очередь борются с самими собой, своими персональными рекордами. И, в общем-то, погода располагает к высоким скоростям сегодня. Да, вот там где-то слева спрятался фотограф Станислав Зайнулин. Я лишь скажу про следующий забег бегового сообщества в Петербурге, только лишь потому, что там заявлены недостающие элементы гонки у мужчин. Ну, если можно так выразиться, Андрей Лейман, Алексей Трошкин, еще Антон Тишакин, который, я уверен, смотрит трансляцию, и следил за тем, как уничтожали его лучший результат сезона. Он единственный, наверное, кто успел пробежать полумарафон до карантина в этом году. Один час пять минут и, по-моему, двадцать пять секунд. Но Рина Сахмадеев, получается, улучшил этот показатель и именно за ним сизон бест. Ну что, в Петербурге тоже будет интересная битва. Сегодня же такая гонка чемпионов, гонка рекордсменов. Семь победителей прошлых лет собрались здесь. И в итоге Рина Сахмадеев и Елена Коробкина стали лучшими. Потрясающее спортивное шоу. Вот что мы увидели. Быстрое, динамичное, понятное, с известными нам героями, с довольно открытым информационным пространством. Все делились, подкалывали, подначивали себя. Я очень рад, отдельно скажу, за Степана Киселева. Ему важно было попасть в топ-5. Ну и, конечно, украшением, мне кажется, стало вот то происшествие с Искандером под мостом, когда его прихватил правый бок. Да, действительно, надо обязательно поинтересоваться у Искандера на финише, что же все-таки произошло. Потрясающий вид на лужники. Мы приближаемся к одной из заключительных уже пауз в нашей трансляции, дорогие друзья, прежде чем мы подведем итоги. Ну а если подводить их предварительно, то, конечно, самое главное достижение, самая главная победа всего бегового сообщества заключается в том, что мы смогли с вами провести эти мероприятия, опробовать новый, современный, четкий регламент действий в этой сложной текущей ситуации. Ну, давайте поговорим об этом чуть позже, через небольшую паузу. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире. Паузу, Пауза, Паузу, Паузу, Паузу. Субтитры подогнал «Симон» 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 По крайней мере, на той части мероприятия, которая была нам видна. На входе волонтеры, организаторы, все работали совместно. Кстати говоря, присоединяйтесь к команде волонтеров. Все работают над крупнейшими забегами России. Заполняйте анкету на сайте runc.run. И каждый волонтер получит опыт в организации спортивного мероприятия такого масштаба. Позитивные эмоции, благодарность бегунов и памятную футболку символикой забега. Ну что ж, спасибо, что были с нами. Забег организован при поддержке Департамента спорта города Москвы. Организаторы беговое сообщество и автономная некоммерческая организация. Центр проведения спортивных мероприятий. Московский марафон. Ну а прямая трансляция сегодня организована при поддержке цифрового партнера Московского полумарафона. Компании МТС. Это был Московский полумарафон. Самый ожидаемый забег этого лета. До встречи на следующих стартах. Занимайтесь спортом. Ведите здоровый образ жизни, дорогие друзья. Новых побед, новых успехов. И до новых встреч. Увидимся на следующих соревнованиях. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»